Сегодня в виртуалите. Как современные технологии меняют мифологию? Какие игры геймеры пропустили ниже Плинтуса? Есть ли секс в RPG Mass Effect? Почему русофоб Том Клэнси заменил русских террористов на мексиканских? Это и многое другое смотрите прямо сейчас в виртуалите. Всем привет в эфире в виртуалите. Полчаса обо всем самом новом, интересном и необычном из мира компьютерных и не только развлечений. GTA 4.2 вышла, а привлекает внимание не только геймеров, американская порно-звезда Саша Грей призналась, что хочет появиться в одной из частей Grand Theft Auto. Причем на ее героине должен быть черно-серый обтягивающий костюм, а в руках пистолеты-пулеметы марки MP5K. А теперь представьте, как она будет расправляться с врагами, если установить эротический мод Hot Coffee. Представили? А теперь посмотрим, во что можно поиграть уже сегодня. Возрадуйтесь, фанаты адреналина, больших скоростей и тест-драйв Unlimited. Ожидание второй части игры отныне будет не таким томительным. Компания Atari объявила о выходе дополнительного контента к оригинальной игре, которая будет называться просто Test Drive Unlimited Mega Pack. Пыльные дороги Гавайев пополнятся 45-ю новыми автомобилями и одним дополнительным мотоциклом. И пусть на полноценный аддон это не тянет, но новые впечатления никогда не помешают. Вот и появится лишний повод проехаться по изъезженным вдоль и поперек дорогам еще раз. Мегапак уже можно скачать на официальном сайте игры. Вышла новая стратегия в реальном времени Sun Age Бегство с Земли. В далеком будущем наша планета, истощенная войнами и опаленная солнечной радиацией, умирает. Выжившие люди укрываются в городах, но однажды появляется загадочная инопланетная цивилизация. Она открывает портал, соединяющий два мира — погибающую Землю и далекую планету. У человечества появляется последний шанс избежать гибели, переселиться в неизведанный мир. Игрок сам выбирает на стороне, кого играть — людей, мутантов или инопланетян. Интересно, кого выберете вы, чтобы бороться за господство в новом мире? Вышла в свет одна из лучших глобальных стратегий Europa Universalis Rim. Игрок может возглавить любой из государств античности. Это значит, что необязательно ввести в бой легионы Цезаря. Можно возглавить и Карфаген, и боевыми слонами Ганнибала, легионеров Цезаря, потоптать. Помимо боевых действий, игрок может смело наладить экономику и дипломатию, навороченностью которых всегда славились игры от студии Парадокса. Исследовать мир тоже придется, ведь кто-то же должен доказать, что Земля все-таки покоится не на трех китах. Вышла нашумевшая игра Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Этот тактический шутер наглядно показывает, как тяжело бороться с террористами, особенно если они засели в многочисленных казино Вегаса. В своих многочисленных произведениях Том Клэнси последовательно делал главными злодеями русских. И только в Вегас 2 он вдруг подумал, аж и собственно русские забыли в Лас-Вегасе и сделал террористов мексиканцами. Мы бы, конечно, могли поинтересоваться, а что мексиканские террористы забыли в Вегасе? Ну да ладно, мастеру виднее. От игр вышедших переходим к проекту 2Human, появление которого ожидается только летом. Но это не значит, что в него нельзя поиграть уже сейчас. Разработчики любезно поделились с нами демо-версией. И этого достаточно, чтобы, во-первых, удовлетворить любопытство, а во-вторых, составить представление об игре. Подробный отчет в рубрике демо. Как вы думаете, Максим, что общего у немецкого философа Фридриха Ницше с американским фантастом Роджером Желязным? А у скандинавского эпоса, знаете, эпос со стимпанком. Вот он, задачка. А вы знаете, что я думаю? Нет. Пойду-ка я. А вот сидеть, общего у них очень много. Их роднит игра 2Human. Ницше. Дал ей название слишком человеческое. Скандинавский эпос богов. Стимпанк-обстановочку. Ну, а Роджер Желязный в своей книге «Князь света» все это объединил. Вы знаете, Александр, дело в том, что господин Желязный в своем произведении говорил не о скандинавских богах, а об индийских. Ну, да, ну какая разница? В конце концов, разработчики просто взяли идею... И стырили! Это вы у меня солонку за обедом стырили. А разработчики взяли идею, подхватили и понесли. И понесли. В общем, сегодня нам предстоит играть за генетически модифицированного солдата, зовут которого Балдур. Он на лице написан, что он Балдур. И бороться мы будем против машин. Да, гляжу, тут еще и Терминатор потоптался. На стороне людей. Прежде чем начать игру, выбираем класс персонажа. Всего их пять. От биоинженера до... До биовульфа. До берсерков. Ну, а потом настраиваем индивидуальные характеристики. А характеристики-то зачем? Класс уже выбрали. Все дело в том, что по словам разработчиков, даже при выборе героев одного класса, у них могут быть абсолютно разные характеристики. Ну, посмотрите, посмотрите, как наш Балдур тут. И по полу катится, как Алексей Ягудин. И воздух подскакивает, как это... Как Алексей Мемов. Точно. И врагов косят сотнями, как... Да это ж нера, это Дейл Мэй Край. Да, те же затяжные прыжки, те же стандартные комбо. Та же траектория полета врагов. В общем, хватит. Я думаю, вполне можно составить впечатление. Пора подводить итоги. Перед нами типичная ролевая резня в духе Дейл Мэй Край и Return of the King. В меру красивая, не в меру грешит. Заимствованиями вообще всего, что только может прийти вам в голову. Я, конечно, сомневаюсь, что что-то может прийти вам в голову. И уж, коль резня ролевая, остается надеяться только на сюжет. И в этом смысле у Тюхьюман есть все шансы полюбиться почтенной публике. Правда, когда выйдет игра, непонятно. Поэтому остается сосать лапу. Скажите спасибо, что только лапу. Ну, а о какой игре мы расскажем вам в следующий раз. Вы узнаете в следующий раз. Далее виртуалити. Что скрывают от фанатов серии Metal Gear? За что древние боги мстят герою Готики 3? Какие игры геймеры опустили ниже Плинтуса? Это виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с самым новым и необычным из мира виртуальных развлечений. Что-то частенько в последнее время на слуху имя кинорежиссера Уви Бола, известного своим нестандартным взглядом на экранизацию игр. Пару недель назад пользователи интернета написали петицию Уви с предложением больше ничего не снимать. И вот на днях творец опять в центре внимания. Близзард отказала ему в экранизации World of Warcraft. Чем лично меня очень обрадовало. Правда, лицензию на киноверсию все-таки продали. Студии, снявшие 300 спартанцев и возвращение Супермена. Тоже, нужно сказать, не шедевры. Слава богу, до игр, о которых пойдет речь далее, руки мастеров еще не дотянулись. Эпическая борьба людей и строгов из игры Enemy Territory Quake Wars разгорится с новой силой. А все потому, что сей онлайновый тактический шутер обещает перенести на Xbox 360 и PlayStation 3. Ведь до сих пор владельцы консолей пребывали в депрессии из-за того, что нельзя было взять в руки Railgun и разнести ходячего робота к строгам собачьим. Компьютерная версия игры получилась весьма аркадной и на тяжесть управления не жаловалась. Как уверяют разработчики, проблем с портированием не предвидится. И если все пойдет как запланировано, мы увидим новой армии строгов, десантирующиеся на многострадальную землю уже в начале этого лета. Несмотря на многочисленные заявления Хидео Кодзима о том, что Metal Gear Solid 4 станет последней игрой серии, вселенная Metal Gear продолжает развиваться. 21 апреля начинаются бета-тесты шутера Metal Gear Online. На пяти картах, к слову, взятых из грядущей Metal Gear Solid 4, в жестоком бою сойдутся до 16 человек. Каждому доступна уникальная внешность и специализация. Выбор умений действительно велик. От владения армейским ножом до орлиной стрельбы и снайперской винтовки. И это не говоря уже о способности быстро работать саперной лопаткой, закапывая противопехотные мины. Среди режимов боя, помимо стандартных Deathmatch и Team Deathmatch, присутствует Base Mission, где команда должна сначала захватить, а потом удержать целую военную базу. Выйдет Metal Gear Online одновременно с Metal Gear Solid 4, то есть 12 июня. Если вы души не чаете в пропатченной по максимуму Готике 3, если ваши следы красуются и на снегах Нардмара, и на лугах Миртаны, то вы счастливец. Потому что специально для вас грядет аддон к игре, ставшей культовой еще до релиза. Gothic 3 Forsaken Gods продолжит рассказ о великих героях, спасших мир от вселенских злодеев. Имя главного негодяя Дона пока держится в секрете, зато известно, что насладиться продолжением Готики мы сможем в самом конце этого года. Как все-таки повезло играм, о которых мы рассказали в новостях. Они еще не вышли, а это значит, что упреков пока не заслужили. Чего не скажешь о проектах, которые попали в рубрику «Геймеры против игр». Поиск недовольных проходил на КРИ 2008. Русские адвенчуры — это вообще отдельная история нашей индустрии российской. серия «Песька», которая включала в себя 8 частей. То есть это, допустим, первые три части в свое время были шедеврами, то есть шедевральными играми, а потом это уже встало на уровень конвейера. Игра просто расплодилась и превратилась в шеф-потреб. Не люблю, честно, из последних «Hauro Victory». Вот проект «Infusion Interactive» про вторую мировую войну. Это такой, как бы, скажем так, клон, который посвящен бравым английским десантникам, которые, как всегда, высадились в Нормандии, освободили Северную Африку и показали, как доблестные, скажем так, союзные войска освободили всю Европу от злобного немецко-нацистского ига. На самом деле сеттинг Второй мировой войны типичный шутер. Я пафосный американец, англичанин, освободил всю Европу. Это уже, в принципе, всем надоело. Там ввели такую, как бы, фичу. Они хотели, чтобы это было фичей, но не получилось. Там можно было запрыгивать на танк и непосредственно палить по пехоте, палить по другим танкам. Но это было реализовано, настолько катастрофически, что просто было стыдно. Танк застревал, просто вот в здание, в стену визжал и застревал. Английский Черчилль танк, вроде как бы могучный танк, да, он застревал в стене. Немецкие тигры меня просто мочили со стороны, я не мог не вылезти, ничего сделать. На самом деле современные игры, они все падают в одну большую яму, что в них многие какие-то казуально повторяющиеся элементы заваливают в них сюжет, но и вот ту часть, которая должна заставить тебя поверить в этот мир. Пример древний, это Final Fantasy, скажи всем, которые любят все фанаты ЖРПГ. Все те же, кто их любят, они ненавидят ее за случайно происходящие бои. То есть ты идешь, никого не трогаешь, вдруг внезапно возникают монстры, ты с ними рубишься и так 50 раз. В общем, это как бы, ну, незачем нужно, только чтобы персонаж мог прокачаться, получить какие-то навыки и всю прочую ерунду. А игра, ну, она в общем не про получение навыков на самом деле, а про всякую там, не знаю, про любовь там, про долг и про что они обычно бывают эти ЖРПГ. Далее виртуалити. На каком сайте уместился миллиард долларов? Кто жил на земле, бок о бок с динозаврами. Есть ли секс в РПГ Mass Effect? Это виртуалити, мы вернулись. Если вы просмотрели первую половину программы, то не узнаете, что общего у игры Two Human и Devil May Cry, почему режиссер Уви Болл не снимет фильм по World of Warcraft и какие игры не по нраву геймерам. Но нам еще есть что рассказать. Например, о том, как выглядит Mass Effect на компьютере и чем занимаются инопланетяне на заднем сидении звездолета. Но об этом позже, а пока посмотрим, что происходит во всемирной сети. На сайте проекта MegaPenny можно увидеть, как выглядит миллиард долларов одноцентовыми монетами. Диаметр одного пенни чуть меньше двух сантиметров, а вес не дотягивает до трех граммов. Но если, например, из одного миллиона монет достоинством один цент выстроить стену, то высота ее практически сравняется с ростом человека. Миллион долларов, оказывается, весит 312,5 тонн. При наличии триллиона монеток можно соорудить куб, сторона которого составит 700 метров. Да, после посещения сайта фраза «гора денег» приобретает совершенно другое значение. Проект «Мегафауна» расскажет много интересного о доисторических животных. Если о динозаврах большинство людей в принципе кое-что знает, то о других доисторических существах им почти ничего не известно. Заполнить этот пробел и берется мегафауна. На сайте проекта собрана и систематизирована информация о представителях доисторической фауны. Можно, к примеру, видеть гигантских ленивцев или взглянуть на необычного глиптодонта. Есть даже раздел с млекопитающими, наделенными необычными именами. Сразу понятно, что название придумал поэт «Броненосец прекрасный», «Собака ломающая кости», «Саболизовая кошка», «Жирафа верблюд». Ну, а тем, кто заинтересуется доисторической живностью, авторы сайта разместили ссылки на источники, где можно получить более полную информацию о животных. На сайте www.tur.afel.fr предлагается совершить виртуальный тур на знаменитую Эйфелеву башню. Кроме большого количества интересных сведений об этом легендарном произведении архитектурного искусства, посетителям предлагается побывать на каждом этаже и покрутить ее в руках, чтобы рассмотреть конструкцию со всех сторон. А на десерт предлагается круговая панорама, открывающая головокружительные виды города любви. Политкорректные французы не забыли и детей, посвятив им отдельный раздел сайта. А для эрудитов есть даже специальный тест на знание истории о символе столицы Франции. И почему же подобного путеводителя нет по Польше? Он бы здорово помог нашей съемочной группе, побывавшей в Варшаве на презентации Mass Effect'а для ПК. Сейчас вокруг этой игры поднялась шумиха, потому что, во-первых, в мае увидит свет компьютерная версия, что для россиян особенно радостно, ведь компьютеров у нас больше, чем Xbox'ов. Ну, а во-вторых, только-только улеглись страсти вокруг сексуальных сцен, которые в игре не редкость. Что ждать игрокам от обновленного Mass Effect'а в сюжете? Йоу, ребята, я Крис Пристли, комьюнити-менеджер BioWare. Мы меня прислали сюда рассказать вам, что такое Mass Effect для PC. Значит, если вкратце, то Mass Effect это такая эпическая, научно-фантастическая ролевая игра. Главный герой, командор Шепард, командир космического крейсера Нормандия. В общем, он хороший парень. Хотя вы можете сделать его женщиной перед началом игры, если, конечно, вам приспичь. Так вот, Шепард — это первый землянин в должности Спектра. Это такой межгалактический миротворец, типа полицейского. Еще в игре есть армия роботов, они называются Гетц, и возглавляет их бывший Спектр, некто Саир. Ваша задача — скитаться по разным планетам, везде восстанавливать мир и порядок. И главное, надо как-то решить проблему с этими роботами Гетц, которые заполонили все вокруг и подумывают об уничтожении галактики. Ясен пень, их надо остановить. В общем, я не буду дальше вам раскрывать сюжет. Сегодня мы демонстрируем PC-версию игры, которая выйдет в мае, потому что раньше игра была доступна только на консоли Xbox 360. В PC-версии мы улучшили графику, повысили скорость загрузки уровней, а большие изменения коснулись мини-игр, которые надо взломать и все такое. Но самое главное, мы добавили специальный тактический экран, который позволяет управлять Шепардом и его компаньонами индивидуально. Это открывает огромный простор для групповой тактики. Это то, чего не было в версии для консоли. Теперь можно послать одного компаньона в одну сторону, чтобы использовать пулемет, а другого, например, в тыл, отстреливать врагов из снайперской винтовки. Надо сказать, что при подготовке PC-версии мы встретили проблемы с довольно неожиданной стороны. Тут случился скандал, что типа мы показываем в игре секс. Это заявляла какая-то клуша, которая даже игры в глаза не видела. Вы можете сами посмотреть вот на это и решить, является ли данная сцена развратной или нет. В общем, пока шло разбирательство, нам очень помогла поддержка фанатов. В конце концов, мы добились правды и с нас сняли все обвинения. Я сам всегда старался рассказывать об игре правду, чтобы люди думали головой, а не другим местом, перед тем, как делать какие-то заявления. Так что сейчас скандал исчерпан, и скоро вы сами сможете увидеть нашу игру и ту самую сцену с сексом. Ой, неужели я это сказал? Специально для MTV России. На сегодня это все. Не пропустите следующий выпуск Виртуалити. Вас ждет экскурсия по офису разработчиков игры Ведьмак, рассказ о самых интересных проектах, представленных на КРИ 2008, и многое-многое другое. Увидимся через неделю. Пока.